Чемпион WBO во втором полулёгком весе Эммануэль Наваретто может стать следующим соперником Дениса Беренчика. Наваретто планирует подняться в лёгкий дивизион и сразиться за титул WBO в этом весе, который сделал вакантным Дэвин Хэйни. Эммануэль имеет право воспользоваться своим статусом супер чемпиона WBO, то есть подняться дивизион выше и сразу претендовать на чемпионский бой. Ранее тренер украинца Голуб заявил, что ни Крус, ни Фиэро не будут соперниками Беренчика в поединке за титул WBO. Всем привет, друзья, вы на канале Воин и тут только самые свежие новости из мира бокса. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! WBO представил обновлённый рейтинг весовых категорий, что касается среднего дивизиона, в котором чемпионом является Жанебек Алимханулэ, то другой казахстанец Мейрим Насултанов сохранил за собой второе место. А вот Геннадий Головкин потерял две позиции и опустился уже на шестую срочку. Лидером рейтинга остался британец Крис Юбинг Матши. Тренер Абель Санчес поделился своим мнением относительно поединка между Реджесом Прогрейсом и Дэйвином Хейни. Реджес хороший боец и достает Дэйвину некоторые неприятности, но Хейни очень талантлив. Могу с уверенностью сказать одно, это не будет захватывающий бой. Дэйвин победит, скорее всего, решением судей, но победа будет за ним. Я скажу, что со счётом 116-112 Хейни сможет сделать это только благодаря своему таланту. Он не собирается рисковать, я абсолютно уверен в этом. Прогрейс будет пытаться обострить, но другой парень просто сделает то, что у него получается лучше всего. Дэйвин очень талантлив, но он как Дмитрий Бивол. Никто не хочет смотреть его бои. Александр Усик уже начал подготовку к бою за все титулы против Тайсона Фюри. Поединок состоится 17 февраля. Пока нет информации о спарринг-партнёрах Усика. Тайсон Фюри в Саудовской Аравии получил в подарок автомобиль, после чего пообещал уничтожить Александра Усика. Привет, это Тайсон Фюри, цыганский король, чемпион мира по версии WBC. Я только что получил своё новое авто. Невероятный автомобиль. Хочу выразить уважение организаторам. Хочу выразить большое уважение сезону в Рияде. Моё огромное уважение людям в Саудовской Аравии. Абсолютно феноменально. Очень рад находиться здесь. Это красивая машина, исключительно езда потрясающая, очень быстрая. Я на седьмом небе от новой машины. Большое спасибо, благослови вас, Бог. Увидимся на боях. 17 февраля я полностью уничтожу Александра Усика и стану абсолютным чемпионом мира. Прямо здесь, в Саудовской Аравии, только в этом месте. 2023-2024 будет круто. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok